Я передаю слово Алексею Клешко, ведущему программу «После новостей». Алексей, вы сегодня обсуждаете тему съезда краевых депутатов. Многие выступления уже разобрали на цитаты. Значит, успешное мероприятие? Ну, вы знаете, все-таки задача съезда не подарить какие-то сенсации и средства массовой информации, а все же поговорить в первую очередь с самими депутатами, которые собрались на этот съезд с Дальнего Севера, с Диксона, с Дудинки, из Норильска, с юга края, от Сельского Совета до Государственной Думы, где есть наши красноярцы, должны представлять наши интересы, и вместе обсудить проблемы края. Насколько это получается, и как это все преломляется в бюджет края, об этом мы будем говорить сегодня в программе «После новостей». Добрый вечер, программа «После новостей». Наш гость сегодня – новый председатель бюджетного комитета законодательного собрания края Егор Евгеньевич Васильев. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, у вас сегодня бенефис, кстати говоря, в качестве нового председателя комитета. Вы так выступление делали перед большим таким форумом на 600 человек в зал. Достаточно серьезно. Но сначала давайте про съезд. Вы же не в первом съезде участвуете? Нет, конечно. Это уже очередной у нас съезд. А так как я депутат, уже не первый созыв, то было несколько. Я отношусь к организаторам. Мне неловко оценивать. Вот как вам, в чем минусы, а в чем плюсы таких мероприятий, таких событий? Ну, мне кажется, что нам удается держать марку. И на самом деле, эта традиция съездов, когда съезжаются со всего огромного края, для Красноярского края очень актуальна, потому что территория очень большая, и можно обменяться разными проблемами. В этом смысле у каждого территории свои есть индивидуальные проблемы, а есть общие, которые мы вычленяем, вот в качестве круглых столов рассматриваем. Мне кажется, что этот съезд, который сейчас прошел у нас, он даже выгодно отличался от предыдущих. Видимо, сказывается некоторый опыт тем, что мы очень сконцентрировались на повестке, еще в первой пленарке обсудили все вместе те основные темы, которые потом обсуждали весь день. И, соответственно, мне кажется, что итоговый документ резолюции будет в этом смысле более качественно, чем даже предыдущие съезды. Хотя марка очень высока. А все же про минусы. Минусы съезда? Ну, на самом деле нельзя все в один день обсудить. И это очень большая проблема. Люди стараются не только поздороваться, не только обсудить какие-то актуальные новости, но и все-таки сконцентрироваться на каких-то задачах. И получается, что мы продлеваем потом это обсуждение уже в рамках других форматов. К сожалению, если бы он был 2 или 3 дня, наверное, было бы более удобно для всех. Но это другие расходы и другие организационные задачи. Ну, вот с точки зрения зрителя, люди думают, ну, чего этого не говорят? Вот собрались все эти депутаты, друг с другом там беседуют. Что не могут наговориться просто так? Ну, к сожалению, так устроена система. Мы вот перейдем сейчас к бюджету, что невозможно все решить на своем уровне. Сидя в поселении где-то далеко на севере, ты все равно сталкиваешься с проблемами, которые нужно решать здесь, в Красноярске, а, возможно, даже давать напутствиями в Москву. И в этом смысле такие вот консолидирующие мероприятия, конечно же, очень нужны. Оно не единственное. Это понятно. Мы проводим значительное количество таких мероприятий, но вот такое глобальное, масштабное, а тем более с участием депутатов, людей всегда ярких и консолидирующих менее своих избирателей, всегда открытых, оно, конечно, особую значимость представляет. Поэтому это не только разговор, это на самом деле выработка довольно системных решений. Ну вот к широкой рамке мы вернемся чуть позже в нашей программе. Давайте сейчас к бюджету. Сегодня фактически был предъявлен широкой публике впервые проект бюджета на 18-й, плановый период 19-20-го годов. Вообще говоря, есть ощущение, что бюджет огромный, там 200 миллиардов, ну я огрубляю, но примерно 200, да. Значит, и вокруг этого, и что там нового, а нового ничего нет. Куда же тогда уходят деньги? Такое ощущение, что все сквозь пальцы, нет? Ну, вы знаете, бюджетная политика, она как река, она всегда изменяется. У нас есть такой большой объем безусловных наших обязательств, это зарплата, это наше социальное обязательство, который действительно не изменен. Но всегда есть новации, и в этих новациях как раз ключевые моменты, которым большое всегда внимание. Это бюджетные инвестиции в инфраструктуру, в дороги, это повышение и индексация этих социальных зарплат, социальных обязательств, да, то есть зарплат, социальных выплат, иных. Это наши стройки, это наши большие проекты инвестиционные, универсиады. Ну вот давайте к 2018 году. Вот что в 2018 году ждать людям от бюджета в таком виде, в котором он сейчас внесен в проект законодательное собрание? Ну, если вот так брать по нисходящей, большая, 10 миллиардов у нас на зарплаты, на повышение всей бюджетной сферы, не только указанной в нашем категории. Но при этом, когда читаешь ту цифру, что 10 миллиардов будет потрачено, а люди реально увидят в своей зарплате изменение всего на 4%, на 4? Да, 4% по всем бюджетникам. Это большие для края деньги, и это на самом деле серьезное наше начинание, потому что мы знаем, что соседние регионы нас только доводят до бюджетных каких-то индексаций. Мы здесь готовы выдерживать последовательную политику. Это не 4% сейчас, это 4% ежегодно. Каждый год мы стараемся это делать. И в этом смысле такое постоянство для Красноярского края мы считаем от заслуг. Ну, это раз. Дальше. Дальше. У нас большие бюджетные инвестиции. Мы продолжаем строительство. У нас 6 школ строятся. Это тоже миллиард рублей вместе с капитальными ремонтами школ. У нас строится несколько больших фоков, да, то есть, вообще, культурно-оздоровительных комплексов в районах. У нас большое строительство универсиады, но это отдельная тема. Здесь тоже большие инвестиции. 11 миллиардов у нас направлено на дороги. И здесь есть как текущий ремонт дорог, так и большие вложения в дороги в Красноярске, в том числе и развязки, это Тихие Зори, это Волочаевская. У нас много средств тратится на, опять же, социальные выплаты, на их индексацию. У нас, на самом деле, большое количество таких расходов, на которые нам можно предъявить в этом бюджете. Да, это рабочие вещи, да, мы это обсуждаем. Есть и нововведения, которые мы не столько показываем и хвалимся им с точки зрения объемов, сколько с точки зрения подходов. Ну, например, проект по инициативному бюджетированию многократно сегодня о нем говорили на съезде. Ну, потому что, на самом деле, мне понятно, почему говорили. Потому что для многих это стало таким открытием. Но, представляете, такого у нас сроду никогда не было. Когда есть сумма, а в селе собирается сход граждан и решает, куда потратить. На ремонт клуба, на тротуар, на ремонт колодца и так далее. Решают сами жители. Обычно же у нас власть говорит, нам тут умнее, у нас есть предписание ГИБДД или предписание пожарных, мы знаем, куда потратить. А здесь приоритет самих жителей. Поэтому неудивительно, что вроде и средства небольшие на это выделяются. В следующем году 100 миллионов рублей. Но сам подход совершенно другой, чем раньше. Именно. Когда я говорю, что бюджетная политика изменяется и все время как река меняется, вот сейчас два таких тенденций, их можно проследить. Это, во-первых, инициативное бюджетирование. Действительно, сами жители все больше участвуют в определении расходов. Это не только берега Енисея, но, например, большая, почти миллиард 890 миллионов программа по благоустройству городскому тоже основана на инициативе жителей и на действиях жителей, содействия в этой программе. Это, кстати, важная информация, что в следующем году программа будет продолжена. Да. И сохранены объемы финансирования. И в следующем году, если в этом году участвовало 17 городских округов, то в следующем году в программе будут по дворам участвовать 44 райцентра и города и 27 общественных пространств. Прервемся на короткую рекламу. Ой, не знаю, как вы. Я, честно говоря, так рад видеть Тома Васильева. Мы в последнее время редко встречаемся в жизни, но хоть с экрана увидеть красоту. Возвращаемся. Программа «После новостей». Гость у нас сегодня – представитель бюджетного комитета законодательного собрания «Края» Егор Евгеньевич Васильев. Мы говорим про то, как сегодня ни много ни мало 600 депутатов из сельских и городских советов «Края» обсуждали проект бюджета «Края» на будущий год. Егор Евгеньевич, вот вы знаете, есть такая важная вещь, что вы вроде говорите про правильные вещи. Вот там миллиарды, тут миллиарды. Вроде все это звучит. А с другой стороны, в какую отрасль не заглянешь, везде не хватает средств. Причем, в принципе, ведь не хватает ни на какие-то там заоблачные высоты, а на простые вещи. Вот мы приходим в поликлинику, и мы видим все проблемы, с которыми встречаемся. Наш родной человек оказывается, не дай бог, в больнице, и мы сразу видим весь дефицит лекарств и всего остального прочего. Как все это связано? Вот эти миллиардные расходы, которые есть. И вот это вот наша вечная неудовлетворенность тем, что мы, как люди, чувствуем себя одинокими в большом и богатом, казалось бы, государстве. Ну, конечно, мы стараемся как можно больше удовлетворить эти потребности. Мы понимаем, что мы должны не только делать то, что мы обязаны по нашим полномочиям, но и постоянно вкладывать. Вкладывать в наше содержание наших медицинских учреждений, например. И мы это делаем. У нас полмиллиарда сейчас, у нас в бюджете предусмотрено на ремонты, и мы сейчас, например, будем достраивать третью очередь онкологического центра. Это тоже у нас в бюджете будет. Мы соответственно... Ну и продолжается строительство краевой больницы. Краевой больницы. И сегодня прозвучала цифра. Вообще инвестиционная программа здравоохранения – это 8 миллиардов рублей. В этом смысле мы стараемся приближаться, естественно, к тем условиям, которые должны быть. Делаем это, исходя из тех возможностей, которые в бюджете есть, понимая, что расходных статей действительно много. Никто, ни сегодня на слушаниях, никогда представляет бюджетом законодательное собрание, ни при рассмотрении, никогда не говорит о том, что нам достаточно средств. Даже в нашем большом бюджете Красноярского края всегда необходимо выстраивать систему приоритетов. Именно об этом мы сейчас говорили. На что в первую очередь должны средства идти? Вот именно на такие расходы, как мы видим, нас слышит исполнительная власть, нас слышит депутатский корпус. Собственно, мы можем это предусмотреть. Но сегодня был очень критичный доклад, исполняющий обязанности губернатора. С моей точки зрения, три года назад у УСА был примерно такой же по критичности доклад. Но тогда это все воспринимали как, ну что, председатель ЗАГС Собрания должен критиковать исполнительную власть, вот он это делает. А сегодня первое лицо края фактически, а выступает с жёсткой критикой. Ну, например, он сказал, что не надо всем сильно радоваться от увеличения средств в бюджете. Да, прирост есть за последние годы, это 40 миллиардов. Но, сказал УС, это же не результат действия власти, это результат девальвации рубля, это результат ранее начатых реализованных проектов, а новых проектов в крае пока нет. Именно так. Но я бы не хотел расценивать это как какую-то критику. Мне кажется, что это объективный вот такой взгляд. Я знаю, так как мы давно готовили наши позиции Законодательного собрания по разным вопросам, как готовились эти позиции. Сегодня Александр Ильич сказал примерно то же самое, что мы готовили летом, весной и так далее. Да, но тут же раздались голоса, что это вот, дескать, свара Уса Столоконским. Ну, мне кажется, что это было так воспринято очень субъективно. На самом деле, если поднять наше постановление, если поднять наше решение, как мы обсуждали это на сессиях и на комитетах, об этом мы всегда и говорили. Говорили как о рисках, говорили как об опасениях, говорили как о том, что необходимо делать. Ну, например, крупные инвестиционные проекты. Сегодня об этом говорил не только временно исполняющий обязанности губернатора, но и председатель Законодательного собрания. И мы в ходе публичных слушаний по бюджету. Действительно, тот прирост, который у нас был, это плод наших больших вложений в Приангария, и в нефтепровод, и в Анкор. И сейчас нам, конечно, необходимы следующие большие инвестиционные проекты. Я думаю, что они должны инициироваться именно региональной властью, собственно, быть сейчас разработаны. Но это как история с Алисой. Для того, чтобы стоять на месте, нужно бежать. А для того, чтобы двигаться вперед, нужно бежать еще быстрее. И в этом смысле инвестиционная политика – это та вещь, когда нужно все время заниматься, перебирать новые-новые-новые проекты, чтобы обеспечить развитие региона. Но давайте еще про громкие заявления. Вот, например, прозвучало сравнение, сколько край тратит на профессиональный спорт и сколько тратит на массовый. И оказывается, что на массовый спорт примерно 10% от того, что тратится на профессиональный. Эта диспропорция была названа неправильной. А каков выход? Думаю, сейчас замерли, например, болельщики футбольного Енисея, который, наоборот, сейчас на взлете. И, как кажется, наоборот, это одна, мне кажется, из причин к красноярцам объединиться патриотически вокруг своей команды. Нет ли угрозы в этой фразе, в этой оценке? Мне кажется, что здесь речь идет не о том, что мы слишком много тратим на спорт у высших достижений, сколько о том, что мы слишком мало тратим на массовый спорт. То есть вы считаете, что это из серии про то, что мои родители хотели, чтобы все были богатые, а мои родители хотели, чтобы все были бедными? Ну, мы хотели, чтобы не было бедных, а не не было богатых. В этом смысле, конечно, мы хотели бы, чтобы массовый спорт сейчас возобладал. Потому что в конечном итоге спорт высших достижений выполняет очень важную функцию, а именно привлечение как раз в массовый спорт, привлечение детей, молодежи. Ну, то есть командам не надо волноваться, вы считаете? Мне кажется, что командам нужно волноваться за то, чтобы быть эффективными и чтобы большое количество зрителей приходило на их мероприятия. Для этого нужно показывать результаты, для этого нужно к этим зрителям лицом поворачиваться. Это все красиво. А с точки зрения денег в 2018 году сокращаются бюджеты спортивных команд или нет? С точки зрения внесенного проекта бюджета все остается на уровне прошлого года, и здесь никаких волнений быть не может. Мы предусматриваем те обязательства, которые край на себя взял. Бросить сейчас какую-то команду, которая показывает результат, мне кажется, что это неправильное решение. Еще одно очень важное. Вы, наверное, много сегодня говорили о том, что нужно перестать уравнивать все территории края, муниципалитеты, что нужно поддерживать инициативу, что нужно давать какие-то средства на развитие, на то, чтобы люди сами отвечали за свое будущее. Это декларации или за этим может появиться какая-то взвешенная краевая политика? Мне кажется, она должна появиться. Безусловно, выравнивать территорию необходимо, потому что мы понимаем, что у нас есть совершенно небольшое количество территорий, которые дает основной доход в бюджет края и могут сами себя содержать. Это 4, ну, может быть, 10 муниципальных образований. Все остальные, мы вынуждены их датировать, мы вынуждены выравнивать их обеспеченность бюджетную. Что же касается дополнительных доходов, то это, конечно, должно поощряться. Если территория работает на собственной доходной части, эти доходы должны оставаться в территории. И люди должны понимать, что если образовалось предприятие, если предприятие стало платить налоги честно, без серых зарплатных схем, то вокруг улучшается жизнь, то вокруг улучшается бюджетная сфера, инфраструктура, качество жизни населения, которое работает на этом предприятии и живет вокруг него. Я хочу о личном спросить. Волнительно выступает перед такой огромной аудиторией, потому что 600 человек в зал, и ты выходишь с рассказом про бюджет, про цифры, про политику. Безусловно. И мне кажется, что сегодня не только мне, который действительно в первый раз на такую большую аудиторию, особенно людей подготовленных, депутатов, которые сами выступают публично и видят все огрехи в твоей речи, выходить было очень тревожно. Но мне кажется, что сегодня все чувствовали ту ответственность, которая на них лежит, потому что на самом деле через этих депутатов смотрел за тем, что скажет весь край. Сегодня на круглых столах говорили, что давайте поподробнее, мне нужно рассказать своим, когда я приеду, о чем здесь говорилось. И эта ответственность, конечно, ощущалась. Егор Евгеньевич Васильев, новый представитель бюджетного комитета законодательного собрания, был в гостях у нас. Мы говорили о съезде депутатов, о публичных слушаниях по бюджету, проекту бюджета края на следующий год. Рассмотрение его в первом чтении состоится в законодательном собрании 16 ноября. И надеются депутаты принять бюджет до конца ноября месяца, чтобы в декабре муниципалитеты смогли сами сформировать свои финансовые планы на следующий год. Сегодня было много нового. Похоже, действительно, депутатский съезд разобрали уже на цитаты. Думаю, это продолжится и завтра. Будем следить за новостями, вместе разбираться в сложных вопросах. До встречи в программе «После новостей».